Снег возле дома не убирается совершенно. Это все затапливает подвал, вся сырость поднимается вверх. Добро пожаловать. Проваливается крыша, разрушаются стены, перегорает проводка, в кране промерзает вода. В таких условиях жители дома на Саянской-7, расположенного в поселке Юность, живут уже не первый год. Весной у нас в этом доме, получается, сломалась стена. На первом этаже находится квартира, не жилая. В эту квартиру существует свободный доступ, мы пытались блокировать дверь, но вечерами здесь собираются компании, то есть периодически вызовы милиции и так далее. Там может быть просто пожар, что угодно, с домом может случиться, что угодно. Кроме этого, тут протекают крыши, ломаются у людей стены, во всех квартирах грибок, то есть дует. Летом мы справляемся с тем, что затыкаем дырки в потолке, чтобы туда не попадала вода. А там зимой пытаемся утеплиться как-то самостоятельно. Этот дом в 2014 году был признан аварийным и поставлен в очередь на снос. По плану он назначен на 2019-й. Однако за два года конструктив здания значительно обветшал, поэтому люди боятся, что до назначенного срока дом может попросту не выстоять. Вот у нас такая вот ситуация. Потолок проваливается, здесь дырка, уже чуть туда не проваливаемся сами. Проводить работы по капитальному ремонту здания, по мнению коммунальщиков, нецелесообразно. Ведь через несколько лет его все равно снесут. Поэтому управляющая компания проводит точечные работы, производя косметический ремонт. Жильцы считают, что представители УК осуществляют свою работу недобросовестно, взимая при этом немалую плату за содержание жилфонда. Весной 2016-го администрация города собрала экстренную комиссию, которая провела осмотр дома для того, чтобы перенести плановый срок сноса здания на ранний период. Результаты обследования будут известны в конце апреля. Туда выезжала комиссия, дом был обследован. Для того, чтобы пересмотреть срок сноса, мы затребуем, конечно, дополнительные документы от управляющей организации. Это такой порядок. Порядок установлен 47-м постановлением правительства. И документы будут рассматриваться на заседании межведомственной комиссии. В ближайшее время в планах администрации снос домов, которые находятся в еще более плачевном состоянии. Только в поселке Юность аварийными признаны 43 жилых здания. Моментально снести все ветхие дома и расселить жильцов не представляется возможным. Таких средств в городском бюджете нет. Поэтому людям остается только ждать своей очереди и надеяться, что дом не рухнет. Дмитрий Подлесной, Андрей Кулешов, Гамзат Магомедов, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.